Уважаемые коллеги, во-первых, я должен немножко о себе сказать. Я действительно из Казахстана приехал и всю свою сознательную жизнь проработал там. Но сейчас я работаю вне имени Пастера, поэтому я представляю как бы две организации. На самом деле все эксперименты, которые здесь будут показаны, сделаны были именно в Алма-Ате, в Казахстане. Сегодня все докладчики отмечают тот факт, что иммунотерапия и все успехи онкоиммунологии в общем-то где-то в какой-то степени сдерживается тем, что имеются некие проблемы с тем, что происходит в опухоли и в ее микроокружении. В частности, эти проблемы, наверное, говорят о том, что не все еще до конца исследовано, не все еще до конца ясно, в том, как иммунная система взаимодействует с опухолью. И здесь мы сейчас обратимся к, так скажем, наиболее популярной гипотезе, которая существует на сегодняшний день и которая говорит, что эти взаимоотношения развиваются во времени и представлены в определенных фазах. Но вы хорошо знаете, что до определенного времени существовала теория иммунологического надзора, разработанная Бернеттом, которая говорила о том, что опухолевая клетка вызывает иммунный ответ. И иммунная система по существу наблюдает за тем, чтобы опухолевые клетки не появлялись, не развивались в организме. Однако это суждение коренным образом изменилось тогда, когда в начале этого века уже было установлено, что иммунная система не только защищает организм от опухолевых клеток, но также может и помогать. И это вылилось в гипотезе иммуноредактирования рака. Вот эта знаменитая картинка, которая была представлена авторами этой гипотезы, и она показывает как раз последовательность трех фаз этого иммунноредактирования. Первая фаза элиминации, которая успешно справляется с возникшими опухолевыми клетками. Потом некая фаза, которая может длиться очень долго, а может и быстро происходить. Это фаза равновесия. И, наконец, фаза ускользания опухолевых клеток от воздействия иммунной системы. Основным субстратом или, скажем, основными клетками, которые способствуют этому скользанию, сейчас в настоящее время обозначены несколько типов клеток, среди которых выделяют наиболее мощные регуляторные клетки и милоидные супрессорные клетки. Помимо их, существует еще ряд клеток. Это макрофаги второго типа, нитрофилы второго типа. Эндотелиоциты выделяют, супрессорные факторы, угнетающие противопухолевый иммунитет. А также фибробласты, которые получили название, что новые супрессорные фибробластоподобные клетки. Но мы остановимся сегодня только на милоидных супрессорных клетках. У этих клеток была довольно-таки интересная история. На сегодняшний день под этим термином понимают гетерогенную популяцию клеток костномозгового происхождения, которые включают макрофаги, гернулоциты, гендритные клетки с незрелым фенотипом, а также ранние предшественники мелопоэза. Считается, что милоидные супрессорные клетки покидают костный мозг, заселяют селезенку, циркулируют в крови и, кроме того, заселяют опухоль. Исторически эти клетки раньше называли натуральными супрессорными, под которыми поднимали незрелые клетки с отсутствием маркеров зрелых иммуноцитов. Эти клетки обнаруживали прежде всего в костном мозге. Кроме того, при тотальной радиации и обработке цикла фосфамидом они появлялись в селезенке. Это у интактных животных. И были хорошо изучены супрессорные свойства этих клеток. Так было показано, что они могут ингибировать пролиферацию клеток, иммунных клеток, вообще любых практических клеток, могут ограничивать дифференцировку в костном мозге. А также хорошо тормозят различные иммунные реакции, осуществляемые в условиях инвитра. Термин этот появился практически 40 лет назад. Обнаруживали различные маркеры, такие как, например, рецептор к лектинам, ВГА, СБА. Работа с убезой, скажем так, это такая пионерская работа, где было впервые показано, что опухоленесущие животные в селезенке содержат большое количество натуральных супрессорных клеток. Было также показано уже в те годы, что они секретируют ряд супрессорных молекул, среди которых ТГФ-бета и оксид азота. Ну и активируются они двумя группами, так скажем, цитокинов. Это либо интерлекином-3 и GM-CSF, либо интерфероном-гамма и интерлекином-2. На этом слайде показаны уже наши данные, полученные примерно 15-20 лет назад, но которые, наверное, не знакомы российским ученым. Мы исследовали феномен натуральной супрессии, работая с клетками костного мозга. Сначала интактных животных, потом перешли на опухолевых. Нам удалось разделить клетки костного мозга на 6 фракций путем фракционирования на градиентах перкола. И каждая из этих фракций мы проверили на наличие супрессорной активности, причем под действием двух отдельных стимуляторов, либо интерлекина-2, либо интерлекина-3. Оказалось, что фракция с плотностью 1,09 обладала наибольшей такой супрессорной активностью. В дальнейшем мы эту фракцию расфракционировали еще на 3 и убедились, что каждая из этих полученных вновь фракций обладает своим, как говорится, особой реактивностью на интерлекин-2, интерлекин-3, а также, кстати, гистамин. Мы назвали эти фракции НС-1, НС-2, НС-3. Ну и интересное продолжение в этой теме было то, что мы показали, что альфа-фетопротеин, известный маркер гепатокарциномы, а также эмбриокарциногенный антиген, вызывает стимуляцию супрессорной активности всех трех фракций. Вот. И это эти факторы, которые стимуляют эту активность. Кроме того, угнетали НК-клеточную активность тоже, опять-таки, в условиях инвитера. Это уже данные на опухолевых животных. Мы показали, что у мышей линии ЦБА, у которых под кожей выращивали карциному Эрлиха, наблюдалось повышение активности вот этих НС-клеток в процессе развития опухоли. Вот с максимумом на 45-60-е сутки. Одновременно происходило снижение активности НК-клеток циталитической активности. Вот это показан рост массы опухоли. При удалении, хирургическом удалении опухоли, мы наблюдали, во-первых, повышение НК-клеточной активности и резкое снижение супрессорной активности как в клеток, как в селезенке, так и в костном мозге. Ну и теперь миелоидные супрессорные клетки. Этот термин на самом деле ввели в 2007 году группа ученых, которые, ну так скажем, находятся среди лидеров, изучающих эти клетки, путем консенсуса. До этого были другие названия этих клеток. Мелоидные, миелоид-derived suppressor cells. Наверное, по-русски правильнее было бы их называть миелозависимые, миелопроизводные супрессорные клетки. В настоящее время известно, что существует два, по крайней мере, типа амелоидных супрессорных клеток. Это моноцитарные и грануцитарные амелоидные супрессорные клетки. Они имеют морфологию, схожую с моноцитами, либо с гранулоцитами, но свои особые маркеры. Так, например, у мышей этими маркерами основными являются CD11B, GR1, у моноцитарных и мелоидных супрессорных клеток, и, кроме того, еще маркер LY6C. Недавно был открыт еще один маркер, который позволяет идентифицировать эти клетки, это CD49D. Хуже обстоит дело с клетками, мелоидным супрессорным клетками человека. На самом деле, у них нет маркера GR1, поэтому их различают по некоторым другим маркерам. CD11B, например, и тут не видно CD14, CD15, CD31. Это вот для M-MDAC, а для G-MDAC это CD33, а опять-таки CD11 и CD15. Мы в своих исследованиях, это уже данные из клиники, показали, что во фракции с плотностью 1,09 периферической крови у больных раком легкого наблюдается повышенное содержание клеток с фенотипом CD34 и CD15. Ну и еще один интересный сочетание этих маркеров мы обнаружили у онкологических больных. Такое сочетание соответствует CD13 и CD11B. Мы предлагаем вот эти маркеры уже более детально сейчас изучать, насколько они действительно привязаны к различным видам рака. Мелоидно-супрессорные клетки это в принципе появляется в норме в костном мозге как предшественники миелопоэза. Эти клетки исходно не обладают супрессорной функцией. До сих пор не обнаружено никаких фенотипических или каких-то биохимических различий между предшественниками, допустим, миелоидными и супрессорными клетками, которые обнаруживают в крови или в селезенке, а также в опухоли. Кроме как одного свойства это наличие супрессорной активности. Эту супрессорную активность в настоящее время можно определять только в условиях инвитро путем тестирования этих клеток на пролиферирующих Т-клетках. Здесь показано, как возникают эти клетки. Вот возникают они по двум броскам, это моноцитарный и грануцитарный, но что-то происходит не так при опухолевом процессе, и получаем мы в итоге именно клетки с супрессорной активностью. Такой сложный суммарный слайд, где показано то, все то, что известно на сегодняшний день о механизмах супрессорного действия этих клеток. Их можно разделить на несколько блоков. Например, вот этот блок здесь показано, что милоидно-супрессорные клетки могут активировать регуляторные клетки путем индукции экспрессии FOX-P3. И таким образом создавать, скажем так, еще одну популяцию клеток в опухолевом микроокружении, которое угнетает иммунное ответ. Далее установлено, что милоидно-супрессорные клетки обладают высокой активной способностью утилизировать некоторые аминокислоты, в частности аллергенин и эльтатазин, которые поглощаются из среды окружающей и таким образом клетки, скажем, те клетки, которые очень нуждаются в этих аминокислотах для нормальной работы, получают вот такую негативную окраску. Теперь, кроме того, один из важнейших механизмов это генерирование различных активных форм кислорода, а также оксида азота, конечные продукты которых дают в общем-то угнетение Т-клеточного иммунитета путем воздействия на Т-клеточные рецепторы, их структура изменяется, они становятся неспособны воспринимать сигналы от антигенпрезентирующих клеток. Ну и, наконец, могут они оказывать непосредственный эффект, апоптотический эффект на Т-клетки. Действие на НК-клетки тоже хорошо показано за счет продукции ТГФ-бета. В целом, эти клетки выглядят как профессиональные супрессоры, вся деятельность которых направлена на то, чтобы угнетать иммунные реакции. в связи с этим вышесказанным возникает, конечно, очевидное желание разработать подходы, которые бы могли эффективно элиминировать эти клетки количественно или изменять их функцию у организмов, которые несут растущую опухоль. Такие подходы сейчас во всем мире активно разрабатываются. Это и блокирование продукции факторов секретируемых опухолью, ее микроокружением, привлекающих и активирующих МДСИ. Например, использование витамина Д3, а также витамин Д3, который угнетает продукцию GMC-SF. Этот фактор является необходимым для хемотаксиса МДСИ. Элиминация МДСИ с помощью различных тактических агентов. Это известные химиопрепараты. Контроль иммуносупрессорной функции МДСИ, прежде всего нитроаспирин, ингибиторы фосфодиэстераза 5. Контроль аккумуляции и супрессорной функции МДСИ, сунетиниб антитела к цекит леганду CD117. И, наконец, стимуляция созревания МДСИ в зрелые дендритные клетки, макрофаги или гранулоциты. Самыми популярными являются среди таких препаратов алтранс ретиновая кислота, бавитоксимаб и витамин Д3. В качестве примера для вот такого направления я бы хотел показать пару слайдов о бавитоксимабе. Это новое моноклональное антитело против также чекпоинт рецепторов на поверхности опухолевых клеток. Что это за рецепторы? Это фосфатидилсирин, то есть это фосфолипиды, которые фактически инкрустируют мембрану, внешнюю мембрану клеток. В норме они, эти молекулы спрятаны внутри клетки, но в условиях при апоптозе, а также при перерождении клеток, они начинают активно экспрессироваться на поверхности. Кроме того, визикулы, которые отделяются от опухолевых клеток, содержат большое количество этого фосфатидилсирина. Установлено, что иммунные клетки, все практически иммунные клетки, содержат на своей поверхности рецепторы, различные рецепторы к фосфатидилсирину. И взаимодействие с ним вызывает ингибирование этих клеток. Это наблюдается и в отношении Т-клеток, а что касается МДС, то эти клетки наоборот активируются. Гуманизированное антитело, первое, которое было разработано фирмой Pellegrine Pharmaceuticals, было исследовано в доклинических исследованиях, где были получены хорошие результаты, но как это выглядит на самом деле. Антитело блокирует фосфатидилсирин, таким образом препятствует взаимодействию МДС и М2 макрофагов с этими супрессорными молекулами, нет активации, и они начинают эти клетки дифференцироваться в зрелые дентритные клетки и также макрофаги М1, который уже осуществляет свой противопухолевый эффект. К сожалению, эти исследования или проведение клинических исследований на сегодняшний не остановилось. В декабре 2016 года фирма Пелеграйн заявила, что они останавливают третью фазу испытаний, потому что они получили эффекта длительного выживания больных. Поэтому сейчас пытаются разобраться. Ну и наконец последние слайды. Это наши исследования по получению некого препарата, который бы оказывал специфическое токсическое действие в отношении МДСИ. Мы еще раньше показали, что МДСИ каким-то образом реагирует на альфа-фетопротеин и решили, что они имеют рецепторы к нему. Возникла сразу мысль, если нам альфа-фетопротеин соединить с какой-то тактические молекулы, использовать эту конструкцию для специфической борьбы с этими клетками. Значит, что ж такое-то? Что-то за это. Ну, короче говоря, это уже конец фактически. Да, конечно. Нам удалось доказать, что в действительности АФП связывается. А, все, пошел, заработал. Да, да, да. не надо. Вот. Есть хорошее связывание в какой-то фракции. Потом мы показали, что этот конъюгат, а мы взяли альфа-фетопротеин, конъюгировали с дауно-рубицином. Этот конъюгат специфически убивает клетки, причем в большей степени фракция ММДСИ в условиях инвитро. И, наконец, вот эксперимент инвива, на котором показано, что происходит замедление роста опухоли, вот эти темные столбики по отношению к контролям. происходит в общем-то торможение, увеличение, не происходит увеличение МДСИ во время опухолевого роста. И, наконец, происходит в общем-то стимуляция НК-клеток в отношении к контролю. Так, ну вот это вместо заключения такая сентенция. И благодарю вас за внимание. Спасибо вам, Николай Николаевич. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ